В том же китайском настольном теннисе. Сегодня мы посмотрим первый четвертьфинальный матч между спортсменками Жури Лин и Фэн Тян Вэй. На данный момент они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге, а именно достаточно сейчас плотная сетка четвертьфинальная. Это сразу десятка лидеров мирового рейтинга. На данный момент Фэн Тян Вэй занимает пятую строчку мировой классификации. Жури Лин, представляющая сборную Китая, занимает седьмую строчку. Понимаете, насколько серьезный четвертьфинальный матч нам сегодня предстоит посмотреть. Ну и немножко разберемся давайте в классификации этого турнира, в мировой классификации. Турниры мировой серии разделяются на супер серии, мейджор серии и челлендж. Турниры челлендж, которые, в общем-то, различаются тем, что призовой фонд, в них достаточно разнится. Как вы понимаете, турниры супер серии, все, что с приставкой супер, это достаточно серьезный призовой фонд. На данном турнире общий призовой фонд составляет порядка 200 тысяч долларов. Понимаете, за какие деньги борются сейчас девушки на наших экранах. Достаточно внушительные призовые начали вкладывать в подобные турниры. И по итогам всех вот этих турниров, которые проходят с января месяца по декабрь, весь календарный год, выявляются сильнейшие спортсмены, которые попадают по итогам всех этих турниров в гранд-финал. Что нужно для того, чтобы попасть в гранд-финал? Это необходимо сыграть на трех континентах, как минимум в шести турнирах. По новому регламенту немножко укоротили число турниров. Нужно принять участие в пяти и набрать как минимум 10 тысяч очков на этих турнирах за счет выигранных бронзовых, серебряных или золотых медалях. На данном турнире в Кувейте наши россияне тоже участвовали. Наша сборная была представлена достаточно широким списком игроков. Самого лучшего достижения добился Кирилл Скачков. Он проиграл, к сожалению, во втором круге, когда будем показывать четвертьфиналы мужчин. Я расскажу, кому именно и как там по сетке все складывалось у ребят. Ну а в данный момент первая партия. И как видим, что борьба довольно упорная, довольно ровная. Девчонки мощные. Девушки атакуют первым ходом. Стараются после своей подачи сразу же развивать мощную активную атаку. Фэн Тян Вэй даже немного смахивает на такого крепкого парня со спины. И, в общем-то, пропагандирует довольно похоже на мужской настольный теннис. У нее очень широкая такая техника. Очень мощные топ спины. Вот сейчас можем видеть, что, в общем-то, таких траекторий Фэн Тян Вэй не прощает. Колоссальное быстрое передвижение ног у этих девушек. Очень хорошо двигаются у стола. Поэтому подобные траектории, подобные вращения для Фэн Тян Вэй, конечно, не проблема. Очень быстро выходит ногами. Вот сейчас, как видим, старается перекрывать весь стол топ спинами справа. И, в общем-то, это достаточно оправданно с ее стороны. Потому как Жу Юлини, она более скоростная, чем Фэн Тян Вэй. И Фэн Тян Вэй, понимая это, будет стараться умощнять свою игру. Но пока ошибается. Пока ошибается. Возможно, нужно как-то развивать свою атаку по-другому. Хочет прямо с первого хода с сильной перекруткой сломить атаку Жу Юлинь. Возможно, нужно как-то разыграть мяч вот так. Подобным образом перестрелять, возможно, справа. Но пока какие-то ошибки более похожи на невынужденные. Девушки эти неоднократно встречались между собой. Конечно, как всегда, преимущественно побеждала китайская спортсменка. Будем смотреть, как будет развиваться событие в этом матче дальше. Пока уверенная победа в первой партии Жу Юлинь. И достаточно ровно шла игра в начале партии. И такая, в общем-то, невнятная концовка. Какие сейчас поправки внесет тренер в ее игру. Вот сейчас видно на повторах, как здорово Фэн Тян Вэй перекрывала стол справа. Видимо, Жу Юлинь все-таки поняла, что нужно как-то пошире гонять по столу свою соперницу. И, в общем-то, в конце партии посыпалась. Посыпалась Фэн Тян Вэй. Что еще хочется сказать про турниры мировой серии? В общем-то, для многих это будет приятная новость. Для многих фанатов настольного тенниса, для многих болельщиков нашей страны. Я знаю таких огромное количество. В этом году, если быть уж точной, в конце октября, с 29 по 2 ноября, турнир, вот подобный турнир суперсерии пройдет в городе Нижний Новгород. До этого, в общем-то, принимали подобные турниры столицы нашей страны, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. И вот такой турнир уже приедет в Нижний Новгород. Я думаю, что для всех болельщиков и фанов настольного тенниса это будет доступно. В общем, не так уж далеко можно будет приехать из той же столицы посмотреть на ведущих спортсменов. Как и у женщин, как и у мужчин. Там и парные соревнования, и одиночные. В общем, это, конечно, очень здорово, что Россия начинает принимать и проводить подобные турниры. Раньше это было, в общем-то, не очень доступно, потому как призовой фонд я вам уже озвучивала. Сами понимаете, как тяжело достать подобные деньги. И в Нижнем Новгороде будут разыгрывать порядка 100 тысяч долларов. Уйдет на призовой фонд спортсменам. И тем временем снова начало партии достаточно ровное. Фэн Тянвэй особо не изменил тактику. Как видим, длинная подача и сразу выход на топ-спин справа. Но пока безуспешно. Причем даже со стороны вроде непонятно, на чем ошибается. Ногами успевает, но все мячи, в общем-то, у него валятся в сетку. Думаю, что Жуэлинь так немножко плоско отправляет мячи. Вот прям без вращения со стола. Очень быстро, что Фэн Тянвэй просто не успевает даже кистью доработать, рукой доработать этот мяч. Потому как нужно подсесть ногами. Вроде ногами выходит, а что-то вот с вращением у него пока не заладилось. Темповую игру она точно не выдержит. Она понимает, что ей нужно гнуть свою линию. Нужно забегать все, вращать справа. Но на топ-спинах справа ошибается. А в такой темповой игре, в общем-то, у нее против Жуэлинь шансов маловато. И, в общем, будем наблюдать, что победит. Мощные топ-спины, либо темповая скоростная игра, особо без такого сильного вращения. Как-то пока не напряжена Жуэлинь даже. Вот, казалось бы, стоя на месте, слева налево начинается какая-то перестрелка. И сразу ошибка. Фэн Тянвэй не выдерживает вот этой перестрелки. Жуэлинь не совсем удачно зашла сейчас в правый квадрат стола. Хотела кистевым движением закрутить, что-то придумать. Но перемудрила немножко на этом элементе. Вообще, конечно, удивительная ситуация. Вроде стоят перестреливаться слева налево и друг другу совершенно боятся перевести в правый угол. Казалось бы, на месте Фэн Тянвэй можно попробовать это сделать. Жуэлинь-то, в общем-то, есть чего бояться, потому как там явное преимущество игры справа у Фэн Тянвэй. За две партии особо мы не увидели, чтобы Жуэлинь справа сделала что-то такое прям выдающееся. Она игру справа, по крайней мере, не умощняет. А слева у нее стабильный, очень стабильный такой топ-спин. Не сильный, но колоссально такой быстрый и стабильный возврат. И тем не менее, Фэн Тянвэй даже не попробовала изменить направление. Уже партия сыграна первая, уже 7-6 равная борьба во второй. Но как-то все равно, вроде счет равный. А невозможно выделить вот Фэн Тянвэй в данной ситуации. Все равно, как будто преимущество у Жуэлинь. Ох, как здорово, браво! Наверное, первый розыгрыш за полторы сыгранных партий. Как здорово перекрутилась слева. Опять-таки, была уже готова к этому мячу. Упорно Фэн Тянвэй пробивает вот этот левый угол, пока не пробивающийся никак. И даже из средней зоны Жуэлинь не растерялась и очень здорово парировала эту атаку своей контратакой. Очень здорово чувствует мяч из левого угла. Ну вот сейчас попробовала и, возможно, рисковато, поспешила. Но такое было ощущение, что Жуэлинь даже, ну так, взглядом провела за улетающим мячом. Даже не дернулась. Хотя, если бы Фэн Тянвэй попала, возможно, это был бы какой-то, ну, мини-переломный момент. Возможно. Сейчас здорово. Очень мощный топ-спин справа в таком, в мужском стиле. Широкий замах, очень сильное вращение. Не меняется пока тактика ведения борьбы. Тут уже Жуэлинь заходит справа и такая атака справа. Возможно, попробовала, но она не совсем оправданная, какая-то невнятная, неуверенная. Я думаю, что если она хочет победить в этой партии, ей нужно продолжать стабильную свою игру слева, в общем-то, что она и демонстрирует. Но на ровном месте. Качает головой Фэн Тянвэй, понимая, что, в общем-то, сил тратить много, а результата пока никакого, игры пока внятной особо мы не наблюдаем. В общем-то, Жуэлинь из левого угла творит что хочет и очень комфортно достаточно себя чувствует. Что будет менять Фэн Тянвэй? Будет ли менять или упорно будет пытаться прострелить Жуэлинь в этот левый угол? Сейчас посмотрим, может, какие-то корректировки тренер внесет в ее игру. Фэн Тянвэй, конечно, расстроена пока, даже не видно, что настроена на борьбу, стоит, немного спорит с тренером, растерянно выглядит, не понимает, почему ошибается. Сил вкладывает много, и в те же топ-спины справа, но их, в общем-то, одних топ-спинов недостаточно пока, потому как слева Жуэлинь абсолютно безошибочно. Она себя в левом углу чувствует достаточно комфортно пока. Возможно, смена подачи, возможно, отдать инициативу первым ходам китайской спортсменки. Ну, здесь везение уже с начала партии начинает. Уже очень хорошо ввести Жуэлинь 2-0. Возможно, отдать инициативу, пусть начинает с подрезки Жуэлинь, пусть выходит с короткого мяча. Все-таки, возможно, Фэн Тян Вэй сможет справиться с не очень сильным вращением первым ходом от Жуэлинь, нежели вращать от ее скоростного блока слева или от перекруток из левого угла. Возможно, как вариант. Что посоветовал тренер, можно только догадываться. Сейчас пока особо в начале партии таких розыгрышей длительных не видно. И уже, возможно, в первый раз как-то дрогнула Жуэлинь из левого угла. Немножко там не дошла ногами и упорно продолжает. Все равно Фэн Тян Вэй... Там уже ногами не успела на заход, потому как... Но блок классный, колоссальный такой, точный, плотный, с которого вращать, в общем-то, очень тяжело. Вот, возможно, возможно, и это вариант. Наконец-то увидела перевод в правый угол. И здорово сейчас свою соперницу растащила по столу Фэн Тян Вэй. Ну, так пассивно отдавать, конечно, нельзя. Не справилась с подачей. Возможно, не увидела там вращения своей соперницы. Но очень такой прием завышенный, удобный под атаку. И Жуэлинь не заставила себя ждать. Сразу наказала за такой прием свою соперницу. Хорошо разыгрывают. Вот вроде картинка игры уже видна к третьей партии. И уже как-то мяч по столу начал ходить, хотя бы в разных направлениях. Уже не пустая такая перестрелка слева-налево с попытками зайти на топ-спин справа. Хотя бы какие-то направления меняются, но все равно Фэн Тян Вэй допускает ошибки. И пока не находит она вариантов, вот так вообще ошибаться нельзя. Такое ощущение, что уже руки опустились. Хотя середина матча только. И преимущество у Жуэлинь пока не такое уж огромное, чтобы вот так расстраиваться, ходить пешком за мячом. Но сейчас здорово. Это, в общем-то, игра Фэн Тян Вэй. Вот так в ближней зоне от стола мощными топ-спинами перекрутки. И по косой диагонали очень хорошо сейчас разыграла. Но это такие один мяч на четыре розыгрыша. По следующим розыгрышам может просто ошибиться в каком-то простом мяче. Но сейчас тоже здорово развернулась из центра стола и сыграла, опять-таки, по центру своей сопернице Фэн Тян Вэй. Возможно, всем своим видом показывает, что уже не хочет бороться. Но, тем не менее, разрыв сокращается уже 4-6 на подаче Фэн Тян Вэй. И снова хорошо по направлению. Начала как-то вот прощупывать она свою соперницу по разным точкам. А то уж совсем прямолинейная была такая игра в левый угол. Начала искать какие-то варианты. Не поздно ли, потому как сил потрачено много, нервов потрачено много. И тайм-аут берет Жуилинь. В общем-то, очень грамотный. Возможно, нужно было еще один розыгрыш назад его взять при 6-4. Но нужно сейчас свою соперницу немножко остудить, так сказать. Возможно, сейчас снова партия развернется в совершенно другую сторону. Но такая игра Фэн Тян Вэй мне нравится намного больше. Как-то вот поинтереснее картинка игры вырисовывается. Мысль видна. И китайская спортсменка была вынуждена взять тайм-аут. Это уже о чем-то говорит. Что игра, в общем-то, начала развиваться уже в сторону сингапурской спортсменки. Если будет успевать справа ко всем мячам, если будет выходить ногами Фэн Тян Вэй, если не будет заколачивать все розыгрыши в левый угол, возможно, засыпется за эту партию. Хотя еще догонять, в общем-то, одно очко преимущества впереди Жу Юлинь на подаче сингапурской спортсменки. Ошибается снова первым ходом. И у Жу Юлинь прием был уж не такой суперсложный, чтобы ошибаться с этого мяча. Возможно, там в край стола немножко попал. Но он был достаточно завышенный. Можно было атаковать более уверенно. И снова 7-5 преимущества уже на подаче Жу Юлинь. Ну, сейчас здорово. Двухходовочка такая, да, справа с траекторией топспин с вращением и слева резкая атака. Было здорово. Вот видно, что прям такая натренированная годами комбинация. Подача, топспин и контратака. А немножко проваливается в правом углу Жу Юлинь. Все-таки, возможно, я к Фэн Тянвэй немного сейчас и придираюсь в этом матче. Но почему бы первые две партии вот так не пробовать простреливать, хоть иногда в правый угол. Потому как ошибок было-то поболее. И как-то игра оттуда у нее, у Жу Юлини, немного такая смягчающаяся, нежели слева. С траекторией так вращения не особо много. С траекторией накручивает. Все-таки слева она так более плотно играет. Но, тем не менее, сейчас ошибка. Уже снова какая-то борьба завязывается. Немножко снова в роли догоняющей Фэн Тянвэй. И своя подача, если хочет выигрывать, конечно, свою подачу нужно сейчас брать. Ай, ну как здорово разыгрывала. И такая ошибка обидная. Такая обидная ошибка. Мощная атака. Все сделала для того, чтобы выиграть этот розыгрыш. И немного поленилась в левом углу. Была бы она, конечно, немножко побыстрее в плане перемещений. Да, более полегче. Вот как китайские спортсменки. Она бы успела забежать справа и завершить атаку. А так, конечно, наткнулась на мяч. Мяч был перед лицом. Ошибка. И уже Жу Юлинь. Сетбол 10-7. И снова ровная игра. Вроде в середине партии такие намеки на борьбу со стороны Фэн Тянвэй. Но уверенная концовка партии все равно за китайской спортсменкой. Вот нам показывают трибуны. Которые заполнены в большинстве, конечно, спортсменами, нежели зрителями. Что можно в этой ситуации подсказать Жу Юлинь? Просто гнуть свою линию дальше. Я думаю, что в данной ситуации Фэн Тянвэй проигрывает сама. Не видела таких моментов, чтобы Жу Юлинь прям выходила на атаку, умощняла игру. Она просто не ошибается. Просто гоняет мяч по столу. Уверенно держит в розыгрыше и слева налево. И перекручивает справа. Не сильно, но очень точно. И четвертая партия. Будем наблюдать, опустит ли окончательно руки Фэн Тянвэй. Либо продолжит борьбу. Возможно, китайская спортсменка немного подрасслабится. Хотя с ними такое крайне редко бывает. Если сейчас в начале партии Фэн Тянвэй сделает хоть небольшой отрыв. Возможно, призрачные шансы на борьбу еще в этом матче. Не говорю уже о победе. На борьбу в этом матче у нее появится. Лапка. В этом розыгрыше есть намек на то, что Фэн Тянвэй немного решила все-таки поточнее сыграть на столе. Подержать мяч. Не лезть, атаковать с первых мячей мощно. Ну, сейчас здорово. Фэн Тянвэй провалилась. Жуилин ей этого, конечно, не простил. Такая траектория была немного завышенная. Топ спином справа от Фэн Тянвэй. И достаточно такой удобный мяч был для контратаки. Снова ровно в начале партии. Ровная борьба. Мы уже видели в трех предыдущих сетах, чем эта ровная борьба оборачивается потом для Фэн Тянвэй. Видно, что она очень много сил тратит на то, чтобы не отпустить свою соперницу далеко вперед в отрыве по очкам. Но концовку, все-таки на концовку ей не хватает сил уже ни физических, ни моральных. До этого матча у них были не такие уж сложные, если судить по турнирной таблице. Жуилин сыграла Сёк Хай Джун из Кореи. Разошлась с ней по нулям. 4-0. Фэн Тянвэй также сыграла с корейской спортсменкой Джон Джихе. 4-1. В общем-то, силы должны были остаться еще на этот матч. Жуилин, конечно, смотрится посвежее. Очень здорово сейчас. Перекрутила по прямой. Просто браво, наверное, лучший розыгрыш за этот матч. Жуилин, конечно, ближнюю зону устала. Она ее не уступает своей сопернице. Как бы то ни нажимала на нее своими топ-спинами справа, все равно держится у стола, все успевает. Фэн Тянвэй сейчас очень хорошо атаковала с подачи. Ошибки, ошибки. Из центра стола вроде, казалось бы, заставляя себя разворачиваться справа, перекручивать. И все равно сейчас уже вроде Фэн Тянвэй переключилась на другую тактику. Хочет удерживать мяч на столе и начинает подыгрывать себе слева. А тут надо найти какую-то золотую середину. Ох, длинная подача какая. Прям наткнулась на мяч Жуилин. И снова ровно была в роли догоняющей Фэн Тянвэй. Это, конечно, очень такая сложная ситуация. Нервная. Моральных сил тратится очень много, когда ты на протяжении трех партий все время догоняешь, догоняешь. А потом благополучно сливаешь концовку. Сейчас здорово. Умощнила я игру слева. Занервничать Жуилин или нет? Вот в чем вопрос. В данной ситуации, если Фэн Тянвэй возьмет еще одну подачу соперницы, а потом будет подавать, в общем-то, может очень хорошее преимущество себе создать в этой партии. Ой, как здорово, браво! Не удалась подача у Жуилин, чем непременно воспользовалась сингапурская спортсменка. Там оставалось ей только завершить атаку. Ну и, в общем-то, сейчас будем наблюдать такую картину, что, возможно, китайская спортсменка все-таки занервничает, начнет что-то выдумывать, если вот Фэн Тянвэй снова не ошибется в подобных ситуациях. И берет тайм-аут Фэн Тянвэй, что тоже, в общем-то, очень грамотно в данной ситуации. Понимает она, что возможно, это уже последний шанс на борьбу в этом соревновании для нее. Незаметно, конечно, у Фэн Тянвэй особо у желания. Вот как-то глаза не горят. И особо она не сосредоточена, так по сторонам смотрит. Немного расстраивается, конечно, потому как ошибок таких. Ну, со стороны простых, но понятно, что там Жуилинь, конечно, такой соперник очень сложный. И мячи летят быстро, мячи летят низко от нее, от ее приемов, от ее топ-спинов. А мне этот спортивный комплекс очень хорошо знаком. Как-то приходилось играть в Кувейте подобный турнир. Там еще такая, знаете, атмосфера колоссальная. Там влажность, все-таки жара на улице. И все время смена теплого воздуха с вот этими кондиционерами, которые нагнетают холод в этот спортивный зал. Там в один игровой день бывает очень влажно, бывает воздух абсолютно разреженный этими кондиционерами. И мяч изо дня в день там летает совершенно по-разному. И вот уже после тайм-аута упрочнил свою позицию в этой партии уже 9-6. Тайм-аут пошел на пользу. Сыграть бы вот так собране немного пораньше, мы бы наблюдали совершенно другую борьбу. Ох! Обменялись топ-спинами слева соперницы. И тут уже королева из этого розыгрыша слева налево вышла Фэн Тян Вэй. Едва ли не второй раз за этот матч. Все-таки в подобной игре она проигрывала. Ох! Тут какое кистевое движение мощное. И 11-6 уже появляется шанс на борьбу в этом матче. Тайм-аут все-таки очень хорошо пошел на пользу сингапурской спортсменке. Посмотрим, как девушки будут бороться. Дальше в этом матче после рекламы. Возвращаемся в Кувейт. Тут у нас продолжается борьба между двумя азиатскими спортсменками. Жуилин и Фэн Тян Вэй на ваших экранах. 3-1 впереди китайская спортсменка. У него было очень хорошее преимущество в партиях 3-0. Фэн Тян Вэй колоссальными усилиями воли, характера. Как будто стоит борется еще сама с собой. смогла таки вырвать победу в четвертой партии. Посмотрим, как это повлияет на настроение китайской спортсменки. Снова видим ровное начало партии. В этом турнире сборная России была представлена нашими девчонками в составе Михайловой Полины, Трошневой Лены, Балашко Ани, Носкова Яна, Долгих Маша, Оля Баранова. Очень хочется отметить игру Маши Долгиха. Она смогла дать бой никому-нибудь, друзья, а первому номеру китайской сборной. Первый номер мирового рейтинга. Сейчас возглавляет мировой рейтинг китайская спортсменка Люши Вень. И вот Маша, ведя 2-0 по партиям, уступила в матче 2-4. В общем, такие результаты вселяют надежду в то, что наши девчонки еще дадут бой не только европейским, но и азиатским спортсменкам. Очень здорово боролась там Полина Михайлова немного и не повезло проиграла матч 3-4. Хочется поддержать наших девушек, сказать, что все еще впереди у них. Главное тренироваться, не расстраиваться, продолжать борьбу. И что наблюдаем в этой партии? Уже отрыв все создала китайская спортсменка 4-1. До этого мы наблюдали достаточно ровное развитие в предыдущих партиях. Сейчас снова в роли догоняющей Фэн Тян Вэй. Ей уже, в общем-то, не привыкать. Все партии так отпускала, доставала, потом концовку снова отпускала. но своя подача. Фэн Тян Вэй с розыгрышем немного полегче справляется, выходя из своей подачи на атаку. Наблюдая за этими розыгрышами, в общем, можно сказать, что девушки не задумываются о какой-то промежуточной игре, какие-то подрезки, короткая игра под сеткой, ничего подобного. Длинная подача и вышли в перестрелку. Ох, сейчас как здорово, прям, можно сказать, в белую линию попала Жуи Линь. Простонала Фэн Тян Вэй, доставая этот мяч, оно и понятно, там в общем, нужно было со скоростью звука просто прыгнуть на этот мяч, чтобы его достать. Настолько она ее Жуи Линь, свою заперницу, развернула буквально лицом в другую сторону. Сейчас попробовала исполнить то же самое Фэн Тян Вэй, как-то резко дернула, не получилось, стояла далеко ногами от мяча. Снова отпускает свою соперницу, 6-3. Таймаутов уже нет, ни у одной, ни у другой. Посыпались ошибки прием-подачи. Совершенно не обязательно это было делать сейчас для Фэн Тян Вэй. потому как концовка партии, она-то близится. Похоже, снова опускает руки Фэн Тян Вэй, как-то не похоже это на борьбу. тут уже везение, все посыпалось, вся игра из рук посыпалась у Фэн Тян Вэй, а Жуи Линь наоборот. Немножко сейчас окрылится, понятно, что какие-то пойдут в конце партии домашние заготовки, которые проходят у нее стопроцентно, и подает на матч 10-3. Отрыв космический, более чем уверенный. И первой подачей сразу же выигрывает со счетом 11-3 Жуи Линь. И у нас первый полуфиналист китайская спортсменка уверенно одержит победу в этом матче 4-1. Что ж, будем сейчас ожидать на какой матч четвертьфинальный нас переключит, какую трансляцию мы сейчас будем наблюдать. Да, видим, что счет более чем уверенный. 7-8-7 в одной партии. Возможно, колоссальными усилиями сингапурской спортсменки там нисколько расслабил Жуи Линь, но это хватило Фэн Тян Вэй только на одну партию. 11-3 следующий сет сразу был проигран подчистую. Ну и сейчас наблюдаем лучшие повторы за матч. Скорее всего. Хотя показывают, конечно, далеко не лучшие кадры, но, в общем-то, можно пронаблюдать замедленные съемки, как девчонки двигаются, как разворачиваются. Я очень много сейчас имею дело с любительским спортом, очень много объясняю сейчас, как нужно технически выполнять элементы, вот такие вот замедленные съемки, они очень полезны. И вернемся после рекламы, увидим, какой четверсинальный матч нам покажут дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ